Продолжение темы. Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке негативно отражается на позициях Запада в украинском кризисе, поскольку потребует значительных финансовых вложений в Израиль. По его мнению, поддержка Израиля очень сильно увеличит расходы Запада в 10 раз где-то по сравнению с Украиной, что создаст благоприятные условия для Российской Федерации. Вучич также выразил обеспокоенность энергоситуации на Украине предстоящей зимой. По его словам, Украине будет сложно обеспечить достаточное количество электроэнергии, и все излишки из соседних стран будут направлены на помощь, что приведет к росту цен уже в Европе. Кроме того, сербский лидер отметил, что конфликт на Украине может завершиться, если Дональд Трамп вернется к власти в США. Вучич упомянул корейский сценарий заморозки конфликта, при котором боевые действия прекращаются на линии разграничения. Трамп уже заявлял, что способен предложить план, который устроит обе стороны и поможет достичь мирного соглашения, отложив, конечно, вступление Украины в НАТО. Президент Сербии Александр Вучич, он же абсолютно прав на самом деле, указывая на угрозу разрастания конфликта на Ближнем Востоке и его влияние на международные отношения в целом. Перед Западом стоит серьезная дилемма – продолжать поддержку Украины или переключить фокус на нарастающую напряженность на Ближнем Востоке. Ближний и Средний Восток с его историей конфликтов и стратегическим значением может стать новой, горячей основной точкой мирового противостояния. Иран, как традиционный центр силы в этом регионе, может рассчитывать на поддержку ряда стран и группировок. В случае эскалации конфликта его основными союзниками могут стать Хезбулла в Ливане, шиитская группировка, активно воюющая с Израилем. Сирия – правительство Башара Асада, которое тесно сотрудничает с Ираном на военном уровне. Йемен – здесь Иран поддерживает хуситов, противостоящих коалиции во главе Саудовской Аравии. Ирак, где множество шиитских группировок также имеют тесные связи с Ираном. Палестинские группировки, например, Хамас, они же получают финансовую и военную поддержку от Ирана. Вот помимо вот этих союзников конфликт может быть тянут весь арабский мир с населением более 420 миллионов человек. Только в одном Египте проживает около 110 миллионов, что подчеркивает возможный масштаб эскалации. Если страны Персидского залива окажутся вовлечены в этот конфликт напрямую, для ведения боевых действий потребуется огромное количество оружия и ресурсов. Как показала операция «Буря в пустыне» 30 лет назад, военные действия в этом регионе требуют просто колоссальных затрат. Миллиарды в день улетали в то время, когда операция «Буря в пустыне» была. При разрастании войны на Ближнем Востоке, внимание, ресурсы США, Запада в целом могут переключить с Украины на этот регион. Америка, знаете, она же потребляет 53, по некоторым даже 55 процентов. Всей мировой добычей нефти американская экономика, она просто остановится без этого. И Ближний Восток, он всегда считался национальным интересом Соединенных Штатов Америки. И Советский Союз, и Россия это признают. Но США не признают никаких национальных интересов через призму безопасности у Российской Федерации. Американская экономика, она не может функционировать вообще без стабильных поставок нефти. Поэтому для них стратегически важно сохранить контроль над Ближневосточным регионом. Украина, которую США поддерживают в противостоянии с Россией, она может остаться в стороне, если начнется серьезная эскалация на Ближнем Востоке. Так же, как это случилось с союзниками Америки, ну, например, во время войны во Вьетнаме или в Афганистане. Если конфликт дойдет до использования тактического ядерного оружия или прямого вторжения в Израиль, США, вне всякого сомнения, вмешаются. Они, собственно говоря, в Средиземном море держат свой мощный флот, авианосцы, крейсеры, которые готовы к действиям, чтобы защитить Израиль, как это было неоднократно раньше. Вот в свете всех этих зловещих, да, по сути, милитаристских новостей, недавно ушедший с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг в своем интервью в Financial Times заявил следующее, цитирую. Если есть что-то, о чем я в некотором роде сожалею, и что я теперь вижу гораздо яснее, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки намного раньше. Конец цитаты. То есть, по-другому, да, он сожалеет, что жертвы русских и украинцев не перешли на миллионы. Союзники Украины должны были дать им более современное оружие быстрее после вторжения. Это я опять цитирую Столтенберга. «Я беру на себя часть ответственности», добавил он. Столтенберг, вот он действительно может, действительно может понести ответственность личную. Вот в нашем предыдущем выпуске, помните, да, я уже говорил об интересном кейсе Патрика Пазена, это французский издатель, который подал в суд на Столтенберга, требует для него пожизненного заключения. Очень разумное требование. Знаете почему? Вот эти отморозки, да, в Толгаре, они убили одного подростка. А Столтенберг, так или иначе, он повинен в гибели сотен тысяч русских и украинцев, еще публично сожалеет, что мало поставили оружия в Украину.